...по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, землепользования и экологии. У нас в поездке дня был заявлен один вопрос, точнее два вопроса. Первый вопрос о генеральном плане городского округа Химки и правильное землепользование и застройки в территории городского округа Химки. Докладчик Наталья Евгеньевна Казакова, она начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Химки. И второй вопрос разный. Кто за то, чтобы принять повестку заседания ЦНГ? Прошу вас на руку. Кто-то не подержался, нет. Есть ли какие-то предложения по повестке? Нет. Если предложение, да, повестка насыщенная, тогда предлагаю прогрессовать за повестку дня в целом. Голосую. Спасибо. Я сделаю ступиками на слово по первому вопросу повестки дня. Давайте таким вот образом построим работу. У нас один вопрос, но он достаточно насыщенный, большой, елкий. Просьба докладчик выступит, есть все доклады. А потом в обычном порядке, как мы это делаем, просьба депутатам задавать вопросы. Мы договорились, что депутаты предоставят возможность уископить и приглашенным. В этом случае здесь мы уже такую возможность зададим, раз есть договоренность. Переходя к первому вопросу, скажу о следующем. В принципе, генеральный план и правила землепользования и застройки территории городского округа или Киньки проходили обсуждения общественного службы. ГНИК принял участие, вот если вы читали документы, то принял участие, например, в обсуждении генерального, это было там 1022 человека, по 143 вопросам было внесено там порядка 1000, ну, сейчас скажу вам точно, поступило 1022 предложения, звучание предложения по 143 вопросам. Если говорить о правилах землепользования и застройки территории, то это то же самое, там 1600 человек выступило примерно, и по 185 вопросам поступило такое же количество обращений. Ну, я сам присутствовал, естественно, на этом достаточно бурно. Там, например, у меня было на заседании, там один молодой человек поступал, я пытался посчитать после 20-го раза с этого, и он с конкретными предложениями, вопросами, всем давался возможность, и более того, руководителю, председатель, следующего заседания на этих общественных слушаниях, которых я подчеркиваю после того, он так и сказал, что все будут внесены, да, предложения конкретные, кто никому не мешало это. Я это к чему говорю? Наталей, у меня еще время есть или уже все подготовлено? Еще не зашел. Еще не зашел, но у меня есть, значит, тогда минута. Значит, я к чему это говорю? К тому, что буквально вот в последнее время, вот перед заседанием, вчера с вечера, я не буду называть, там, депутатов или граждан, обращение поступили, писали нам сюда комиссию с просьбой просмотреть их предложения, в какими случаями предлагали нам, чтобы не рисовать, коллеги, это недопустимо. Ну что, в последние годы 23 часа вечера, у меня целый день, например, рабочий, я не поленецкий, я все перечитал, ну, до часа, ну, в общем, еще, он перечитал что-то, снова возвращаешься, потому что сразу бывает сложно. Допустим, допустим, справедливо, все было отмечено там в этих документах, но не 22 часа, я там говорю, что решало ранее это сделать? То-то самое вот сейчас из общественной палаты, я, когда, здесь я даже просто шапку смотрю, ну, с голосом, когда предпринести на заседание, это тоже, ну, надо от этого отучаться. Я объясню, почему. Если мы говорим, что в Кирплане что-то неправильно, и вот эти замечания, вот не учли наши замечания, что-то неправильно перепутали это, мы справедливо. Ну, тогда почему здесь вот пустяковый вопрос, внесите в канцелярию в рабочем порядке, чуть раньше, ладно, прошло заседание вчера, там, или, смотри, в 25-м, там, ну, как-то, как-то, поздно, ну, все равно, сегодня, ну, не сюда, сюда можно, но параллельно сразу скажите, мы виски, в это вам просто будет информация, а то вот вам будет честно. Это мы видим. Наталья, я крикинь, вы готовы, да? Ну, я, как раз, попытался занять время какие-то свои, да? Слово для доклада имеет начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Химки Наталья Елена Казакова. Прошу вас. Добрый день, уважаемые депутаты, добрый день, Александр Пороч, добрый день, жители, которые присутствуют на нашем заседании. Значит, проект генерального плана городского округа Химки подготовлен в рамках реализации государственной программы Московской области, архитектуры и градостроительства Подмосковья. Разработчиком проекта генерального плана является Институт градостроительства. Уполномоченным органом, который обеспечил подготовку проекта генерального плана, является Центральный исполнительный орган государственной власти, глав архитектуры Московской области. Главным управлением архитектуры и градостроительства в соответствии с решением Грагостроительного совета, который состоялся 5 декабря, 18 декабря направлен проект генерального плана в представительный орган местного самоуправления для последующего утверждения. Проект генерального плана откорректирован по замечаниям и предложениям заинтересованных лиц и жителей городского округа Хинки, которые поступили в ходе проведения публичного слушания. Нужно отметить очень большую активность наших жителей и замечания и предложения поступали не только в период после публичных слушаний, но буквально действительно до последнего дня. Все замечания были направлены в главу архитектуры. По результатам рассмотрения в главу архитектуры на комиссии были приняты решения, взвешенные, обоснованные об учете замечания и предложения в материалах генерального плана. Материалы генерального плана были откорректированы и направлены в органы местного самоуправления и полномочия органа. Итак, по результатам публичных слушаний в обсуждении приняло 1648 человек. Было оформлено 12 протоколов. Значит, поступили обращения 1022 штуки. Замечаниями и предложениями, содержащих в этих обращениях, этих предложений в главу архитектуры выделило 143 штуки. Все 143 предложения были проанализированы. Дело в том, что в обращениях предложения повторялись, и поэтому мы их сжали и выделили эти 143 предложения. По 143 предложениям учтено... Наталья, извините, а у вас же презентация есть на экране? По цифрам? Презентация есть только по генералу. По цифрам нет. По цифрам нет. Нет, сейчас нет. Хорошо, я учту, я где совет, тогда сделаю. Теперь не скоро будет. А? Следующий день скоро будет. Собрать. Собрать. Продолжайте. Потому что мы еще этот не берем. 143 вопроса. Из них учтено 23, не учтено 50, и учтено 7, учтено 70. Из них учтены частично 23, не учтено 50, учтено 70. Все материалы рассмотрения этих замечаний и предложений размещены на официальном сайте главы архитектуры Московской области. Все имеют доступ к этому сайту и могут ознакомиться. Основными основаниями для неучета замечаний были, например, несоответствие вида разрешенного использования. Если предлагалось земельный участок отнести к той или иной зоне, а у него существующий вид разрешенного использования был тот, который не позволял отнести его к этой зоне, то это было основание об отказе от учета этого замечания и предложения. Также основанием для неучета замечаний и предложений была утверждена документация по планировке территории. Ну вот так, например, мы рассматривали многочисленные предложения и замечания граждан по отнесению земельного участка, относящихся к туризм-сервису, о туризм-сервису, об отнесении его в рекреационную зону. Дело в том, что на эту территорию у нас утвержден проект планировки, в котором определены параметры планированной застройки. И в связи с этим было принято решение об отнесении в зону R7 этого земельного участка с параметрами, которые позволяют максимально оставить территорию озелененной и минимум застройки. Но параметры, которые мы увидели в правилах земельного участка с параметрами, 7 этажей мы считаем тоже необходимо поправить и определить этажность как 3 этажа. Также в администрации городского округа Кимки выносился вопрос на рассмотрение на комиссию по отнесению земельного участка, принадлежащего ООО «Омега» в зону R1, в рекреационную зону. Глав архитектура Московской области не поддержала нас в этом вопросе, поэтому мы хотели бы, чтобы в окончательной все-таки редакции мы увидели этот земельный участок в зоне R1 и с возможностью застройки 25%. Вот эти два ключевых вопроса администрация городского округа Кимки направила заключение по поступившим замечаниям, по поступившим материалам генерального плана. И в 4 часа в 5 часов Глав архитектуры Московской области собирается совещание по учету этих замечаний. Итак, проект генерального плана откорректирован по замечаниям центральных исполнительных органов государственной власти, Министерства энергетики Московской области, Министерства имущественных отношений, Министерства потребительского рынка, Министерства инвестиций и инноваций. Также проект генерального плана откорректирован по замечаниям органов государственной власти Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Редакция проекта генерального плана откорректирована по замечаниям и предложениям всех заинтересованных лиц. Проект генерального плана предусмотрен на территории перспективного развития общей площадью 924 гектара. То есть на ближайшие 20 лет на площадь 924 гектара у нас с вами будет осуществляться развитие. Из них 48 территорий это территории, на которых будет развиваться жилая застройка с учетом тех ПКТ, которые у нас уже утверждены. И 119 территорий, территории нежилой застройки, которые будут развиваться в том числе с учетом создания новых рабочих мест. Проектом генерального плана определены границы населенного пункта, город Хиньки и определены зоны функционального зонирования. Также определенные мероприятия для полноценного сбалансированного обеспечения существующего населения и планируемого населения в соответствии с утвержденными и утверждаемыми проектами планировки объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Проект генерального плана содержит сведения о планах и программах пункта социального и экономического развития городского округа Хиньки, мероприятия по территориальному планированию с учетом действующих муниципальных программ городского округа Хиньки. Проект генерального плана соответствует положению городостроительного кодекса, закону Московской области о генеральном плане, схеме территориального планирования и транспортного обслуживания Московской области и рекомендуется для утверждения с учетом тех замечаний, о которых я сейчас озвучила. По содержанию проекта генерального плана у нас присутствует докладчик от института Дмитрий Зеленович Гуритник. Дальше предоставляйте эксперимент. Добрый день. Частично в презентации представленная она дублирует информацию, которую сейчас озвучила Наталья Евгеньевна, но я стараюсь достаточно оперативно основные положения генерального плана вам донести. Значит, генеральный план разрабатывался в несколько этапов, проходил три круга согласований с органами государственной власти, с органами и Московской области, и Российской Федерации, и публичной службы. По результатам которых были выносились предложения, замечания и утверждения. Вот здесь, на этой слайде представлены цифры, которые были по официальному заключению, у Натальи Евгеньевны цифры немного больше, они включают еще в себя обращения, которые поступали дополнительно еще от жителей и заинтересованных лиц. На данном слайде представлена информация по особенностям существующего использования территории. Мы видим, что есть и проблемные объекты с жилищным строительством, имеется в виду Ветхий фонд и обманутые дочки, которые этот вопрос также решался в составе генерального плана за уважением территории Патника и рассмотрение министерства строительного комплекса и на градостроительном совете Московской области. Значит, то есть тот объем жилищного строительства, который в генеральном плане он закладывает в себя и освещение жилищных и нуждающихся. Здесь видно, что на этом слайде это те муниципальные образования, в которых в нашем степени принимают участие. Кимки являются одним из основных, наиболее додостоятельно активных муниципальных образований в Московской области. На данном слайде в виде рассматривания состава генерального плана им утверждаются три положения. Это границы населенного пункта, это функциональное замерывание территорий и размещение объектов местного значения тех объектов, которые находятся в полномочии к органам местного самоуправления. Здесь представлены предложения, вот рыжим цветом закрашенные, это территории, вошедшие с границей населенного пункта муниципального образования. Здесь даны предложения по функциональному замерыванию территории, с учетом параметров строительства ее в росте населения и рабочих мест. И здесь уже даны мероприятия по размещению объектов местного значения, включая в себя как строительство новых объектов, так и реконструкцию, увеличение мощности, качественного обслуживания существующих объектов социальной инфраструктурой. Здесь уже дальше представлены основные места развлечения рабочих мест, которые планируются в ходе муниципального образования. Планируются, что они будут не только в том балансе, это 50% от населения, а его будут превышать. Этот баланс на 24%. Дальше представлены мероприятия по транспортному обслуживанию территории, это как были учтены мероприятия по федеральному и региональному транспорту, планируемые, так и данные мероприятия по транспортному обслуживанию местной выдачной дорожной сети, местных дорог и объектов инфраструктур. Планируется строительство почти 22 километров урочной дорожной сети или конструкция 73 километров урочной дорожной сети. Значит, вот на данном слайде представлен один из тех вопросов, который был озвучен Натальей Кириной по земельному участку, расположенному предземпарку Дубки. И решение глав архитектуры по отнесению в зону Р-4 было обусловлено тем, что у него соответствующий вид разрешенного использования уже имеется у этого земельного участка. Поэтому сейчас, главное, отнесемся к данной зоне, но этот вопрос также еще будет сегодня обсуждаться в глав архитектуре и уже на следующий день депутата будет вынесено решение по учету данного вопроса. Ну, основная часть доклада здесь, дальше у меня есть помогательные слайды, если будут какие-то вопросы уточняющие, я поставлюсь на ответы. Наталья Евгеньевна, нам надо посоветоваться. Мы сейчас будем обсуждать генплан и потом уже к правилам, да, за непользовым пределам. Значит, переходим на карту. У меня просьба, Наталья, имя, отчество еще раз, Дмитрий, Дмитрий Залудий Евгеньевич. Залудий Евгеньевич, да? Залудий Евгеньевич, это я дыхаю, потому что я сам обществе не слышал, а за улики есть там законы. Уважаемые депутаты, переходим к вопросам. У кого какие вопросы по генеральному правилу? Скажите, у меня три вопроса сразу зачитаю, что здесь все. Спасибо. Первое. Есть ли согласование генерального плана с Аликотером Шеремехиев согласно воздушному кодексу в ст. 46-й? Воздушном кодексу, первый вопрос. Александр Евгеньевич, лучше по одному, потому что с голоса, вот вы второй, третий, человек отвечает, а потом ему снова. Вопросы у вас сложены, наверное? Не позволю. Смотрите, значит... Сейчас слышим? Да. Значит, генеральный план согласовывается с органами федеральной власти, среди которых также Министерство транспорта Российской Федерации. Оно уже направляет для сводного своего заключения в все необходимые для согласования генерального плана службы, и в том числе службы, заплативающие воздушный транспорт. Поэтому, по заключению данного министерства, у меня замечание, да, и дополнительное заключение от аэропорта Шеремехиев сказать... То есть, определенное удовольствие? Нет. Ну, скажем так, по процедуре отдельного согласования генерального плана с аэропортом Шеремехиев не предусматривается. Только составится голосование с органами федеральной власти, облаченными, на дачу заключений по генеральному плату, в том числе Министерство транспорта. В соответствии с 25-й статьей выразительного комплекса. Если там предусматривается строительство, насколько я понимаю, жилого комплекса 17 этапных домов, которые находятся в зоне Г, Заня, что такое такое, да? Зона ГФ? Значит, в этой ситуации отрицательно влияющая на здоровье населения. То есть, очень шумная зона, которая стоит километров от аэропорта Шеремехиева, все садятся, и там же не лазут. Как-то можно не сразу слугаться с аэропортом. Как же вы если такой план приняли? По генеральному плане, параметры застройки по высотности или этажности, они не прописываются и не утверждаются. Это момент правил зимой пользования застройки. В этом документе даются максимальные параметры. Если в ходе согласования уже каждой площадки, каждой собственник, который будет выходить спректно-бунеровки или спректно-документация, он уже в обязательном порядке должен согласовываться аэропортом Шеремехиева. Там, значит, если по высотности максимально заложенные правила зимой пользования застройки, ему дают параметры ниже, там не 17 этажа, а 10 максимально можно построить, значит, он будет строить 10, если он это не согласовываться аэропортом Шеремехиеве. Но если он согласовывает 17, что предусмотрено нормативные градопроектирования Московской области для городского городе Химки, значит, у него не остается возможность построить 17. Я почему-то прожил в том, что согласно постановлению администрации города Химок от 13-го года, 702-703, предусмотрена застройка южно-исходней с 17-этажными домами. Пожалуйста, согласовываний нет. А он же в Генплане включен. Как это понимать? Ну, насколько я знаю, проект планировки утвержден на эту территорию, поэтому генеральный план учитывает, во-первых, он учитывает зону этого проекта планировки, а не его именно параметры в части высотности и элементарности. Это такой момент учитывая с точки зрения размещения объектов местного значения и того населения, которые необходимы для обслуживания, для расчета объектов местного значения. Но параметры он не останавливает. Если на проектной стадии застройщик столкнется с согласованием шереметел и не получит искомых высотности или этажности, значит, ему придется этот проект пересматривать. Ну, сокращать в части высотность, может быть, компенсировать за счет более плотной застройки, но выше этажности. Может быть, конечно, просто пересматривать эти экономические показатели. Но пока оснований для неучета утвержденного проекта планировки даже в северном исходе их нету. Тем более, что сейчас в этом году вышли новопоправки воздушный кодекс. Сейчас утвержденных зон АБВД их нету. Они появятся, новые зоны, только после официального опубликования какого-то шереметьего этих зон. Это предусмотрено новой редакцией Воздушного кодекса. То есть требуется дополнительная справа со ссылками на статьи соответствующие. Мы ее вам подготовим. Следующий вопрос. Наталья Евгеньевна, второй вопрос. Вот что в соответствии с протестом городского прокурора от 7-го, 12-го, 17-го года по одному из участков, Номер 1044-же, 2017-го года. Прокурор Шитьков. Против постановления 703-го администрации городского правительства, которое требует отменить. Мы встречались накануне нашего совещания с прокурором и с представителями устроенной группы. Выяснили позицию прокуратуры. В настоящее время нам прорабатывается возможность внесения изменений в части земельного участка. Нами прорабатывается возможность. В связи с невозможностью выдачи строительного плана на земельный участок в целях реализации инвесторного здравоохранения строительства. Так что решили? Мы решили предложить строительную группу корректировать правительные логики. В общем, исключая те земельные участки, которые не предполагают включение в зону многоэтажной жилой застройки. Ну и третий вопрос. Вы засмотрены на Евгену Кланинашу, который, я понимаю, гораздо серьезнее, чем уже уже принимали на год. Потому что это уже на десятилетия принимается, да? Реконструкция Новосходинского шоссе, который уже находится в полуэкалаптическом состоянии. А с учетом вот этой живой застройки, которую планируется, кажется, на входе Новосходинского подвеска, я понимаю, там будет просто невозможно проехать, и туда не обраться. А что предлагает Миндор в этом планете? Нет, там мероприятие заложено по реконструкции. Какие? Реконструкция с увеличением по овостности до четырех места, где это возможно сделать. Дальше уже будет определяться проектом планировки территорий, где выхранавливаются красные линии. И вот вы видите, где-то крупно, где-то, где-то шоссе. Вот самая основная точка реконструкции. Понятно. Ну, смотрите, мероприятия, именно такие, вот в генеральном плане закладываются мероприятия. Надо отреконструировать. Вот так же. Дальше вот так реконструировать определяется проектом планировки территории и дальше проектная документация. Сейчас именно проектных решений по самой реконструкции генерального планировки нет. Заложено мероприятие, что они должны быть проведены. Сервисы, это только каналы участки. Это в столбе. Честно говоря, что там есть кусок московский, поэтому я надел совместно проект с Москвой. Кто-то в принципе здесь не проживает. Нет, не проживает, а от дороги. Московский кусок. Да, часть на московском. То есть шоссе. А на этом охране часть Болгемина. Он разговаривает с Москвой, с Москвой. Да, это там, где вот эти обводные канавы, там вот деревья рубят. Это что-нибудь? То, что надо решить. Да. То, что надо решить. То, что вырубили уже. Какие еще вопросы? Давай, Антонина. Прошу, пожалуйста. У меня будет четыре вопроса. Точнее четыре темы. Значит, первое, это касаемо парка Дубки и наше многодострадание Омеги. Значит, насколько мне известно, проект планировки Омеги не утвержден, не разрабатывался, не проводил публичное слушание и не был утвержден. Таким образом, тогда по заявке частного коммерческого лица, значит, против 1417 предложений жителей о том, чтобы данную зону оставить в качестве реферационной и в дальнейшем посредине парка Дубки, значит, была принята заявка частного лица коммерческого, вот этой Омеги, о том, чтобы ту зону оставить под застройку. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. У нас есть часть территории международной собственности, которая подлежит присоединению к парку Дубкин. На основании постановления главы администрации городского города Химки, номер 1085 от 24-го, 10-го до 1016-го. Однако проекты генерального плана и правила землепользования и застройки данной территории отнесены к зоне деловой застройки, что не только противоречит вышеуказнению и постановлению, но и создаёт препятствия в его реализации полного обеда. Как Вы это можете сказать? Можно с кем посмотреть, в каком вы сейчас говорите? Участки, я ещё раз говорю, в нервной городичке. В районе заборного узла и участков Крозка, насколько у меня есть средства. Там есть маленькие кусочки. Открыть постановление 1085 и там всё прописано, какие конкретно участки. Они прописаны, они не с этим, они не с этим, они не Значит, смотрите, давайте поймем, о чём мы говорим. Мы говорим о какой основной зоне парке, да сейчас? Ну естественно. То есть вот O2 это храм, это понятно, да? Вот эти два участка и рядом с ним участка, который попал только раз на эту полосу границу, до этой подземной трассы. Там два участка. Вот они обротнесены к A1. Потому что вот запомнили, вот это I, O2 это интеграл, понятно. Вот мы сейчас говорим о том, FK, S это вот это то, что вы поддали замечание об изменении, чтобы включить полностью в зону A1 вот эти вот округа FK и S, вот два с правой стороны. Да, да, точно. А с левой стороны они уже в зоне A1 с вытекающими последствиями. Никакой там зоны, ничего не присматривается, никакого строительства. Александр Павлович, может, позвольте я ещё прокомментирую? Да, действительно, у нас такая неточность, зона O1 была вот таким образом нанесена, до дороги, до улицы Лавочкина. Как видите, уже сейчас в той редакции, которая направлена на утверждение, абсолютно вычищена всё по казахсту, и все участки, которые мы имеем с гранички, они все нанесены в зону A1. Мы слипировали. Включаю, я тебе просто включаю. Мы про них вот эти любые. Я бы сказал, ну вот два это там, чтобы было понятно, и что мы говорим. Дальше мы с грехом за охрану. То есть они в парке. Всё. Я бы сказал, что в эту зону мы закрыли. И вся, вся зона, я говорю, парк и прилегающий парк, и сейчас в зоне раздвину. Я раздвину для лесопарковой зон. Только расстраиваться будет. Вот так он был. Вот так вот. Дом был в золочке. Сейчас мы всё вычисли. Так идёт речь о территории между интегралом и водозаборным узлом. Маленький кусочек. Он фиолетового цвета. Вот это интеграл. Хорошо. Интеграл. Вот это вот. Водозаборный узел. Вот между ними. Между ними зелененький кусочек – это Р1. Что у вас, наверное, надо проверить? Это пар. Покрашиваем зелененькими цветами. Ладно, запустим. Простите, пожалуйста. Можно у вас в логистический центр на Левбережной вот этот сфотографировать кусочек? Вот. Дальше. Значит, у нас есть два землиных участка на парковой улице, которая находится рядом с кладбищем. Уже переданы в бессрочное пользование МАО, объединённая дирекция парков. В качестве частей парка Д-5. Однако они отведены под строительство до трёх этажей, что явно предстоит районное цельное присоединение этих территорий. Это для добычи? Р-5 где идёт. Р-1, Р-5. А мы вот там, где кружки были. Угу. 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 Я в дверь быстро не проеду. Продолжение следует... 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 Не предусматривает произведения публичных слушаний. Нигде нет. Хорошо, спасибо. Антоний Васильевич, пожалуйста. Ну да. Если застройщикам. Не, можно добавить, что изменения в генеральном плане, они бросятся в частые населенные пункты. У нас в Химках один населенный пункт, это город Химки, поэтому будут вноситься изменения, если частично, то в части населенного пункта, в части самого города. Какие прецеденты возможны? Вот, например, вносились изменения сейчас схемы чрезвычайного планирования транспортного службы на Коскобус. Причиной, например, были изменения, это программа по размещению ветвых утилизаций для этого бытовых отходов. Такие же могут быть и по генеральному плану, принимается решение о размещении, например, ряда объектов, необходимых на территории городского города Химки. Под это вносится изменение, выносится решение на, сначала в заявительном порядке, это администрация глава архитектуры. Глава архитектуры уже выносит вопрос на Грацели в Московской области. Принимается решение о уместении изменений в генеральный план. Дальше выходит распорядительный документ глав архитектуры, который определяется разработчик через конкурс. И потом та же процедура – это разработка, согласование, публичное слушание и утверждение на Совете депутатов. Следующие, да, вот, я не буду прав. Никаконно, ну так, я слышал. Потому что тем не менее, поскольку все-таки Совет депутатов является конечной инстанцией, которую утверждает Дену Плана, то первоначально с решением нанесения изменений выходит тоже Совет депутатов естественно. Я так понимаю. Но как одна сторона, конечно, администрация тоже может входить с предложениями в изменения. Но тем не менее, окончательное решение все равно принимается опять Совет депутатов. Дело в том, что инициатором внесения изменений в генеральный план могут быть разные органы. Это может быть и администрация, это может быть и региональные какие-то министерства и ведомства. Приняли программу, требуется внесение изменений в генеральный план. Значит, этот вопрос выносится на предоставительные советы и согласовывается, безусловно, с администрацией и с советом депутатов. Но именно у тех штатов, конечно, надо. Я к тому убегу, что без управляющих совет депутатов, никаких изменений в генеральный план на связи с генеральный закон. Спасибо. Аталия Барселина, вам слово. Следующий вопрос касательно «Скольницкого леса», так называемого. Согласно генеральному плану, о чём жители, собственно, узнали уже после публичных слушаний, «Скольницкий лес» ошибочно был отнесён к землям Гослес фонда. Напоминаю, что у нас, согласно всем действующим документам, данные участки относятся к землям городским лесам, так называемым. По ним было возбуждено исполнительное производство межрайонных спецотделов по исполнению особо важных исполнительных производств. Значит, в части проведения лесоустройства городских лесов. Данное дело было ещё в 2012 году. И, наконец-таки, в 2017 году в план, в проект бюджета на 2018 год были заложены деньги на проведение лесоустройства. Тем не менее, публичные слушания, которые прошли по генеральному плану, никак в момент того, что земли относятся к Гослес фонду, якобы, не отразили. Раз. Просто нет. Более скажу, что у нас активисты, которые непосредственно следят за всеми этими делами, обращались уже в другие инстанции, которые им подтвердили, что, действительно, земли относятся к городским лесам, не Гослес фонду. Таким образом, у нас из проекта генерального плана и правил землепользования и застройки был безосновательно исключён Сходнинский лес, который, впоследствии, собирались, ну, который отнесли к Гослес фонду. Таким образом, хочу предупредить, что, пояснить, точнее, простите, присутствующим, что у нас в Сходнинском лесу выделены до сих пор земельные участки под застройку. Данные земельные участки были объединены правами третьих лиц. Благодаря усилиям местных жителей администрация пошла в суды и данные, значит, договора аренды земельных участков были расторгнуты как ничтожные, тем не менее, администрация продолжает, ну, не снимает их с кадастрового учёта. Таким образом, если земли, значит, Сходнинского леса попадают под земли Гослес фонда якобы, да, то на них распространяется лесная миссия, что ведёт к тому, что все последующие застройки, которые будут вестись на данной территории, будет узаконны. То есть мы потеряем наши лесные массивы, наши лёгкие городского городу Химки по, как сказать, по ошибке администрации городского городу Химки. Вот хотелось бы прояснить этот момент. Каким образом получилось так, что у нас Сходнинский лес попал под земли Гослес фонда? Почему их выкинули с городских лесов? Можно я поясню? Значит, на карте функциональной зоны Тимитой Сходнинского леса отнесена к зоне лесопарка. Значит, в принципе, на карте функционального зонирования нет таких земель Гослес фонда. Есть зона лесов, которая в основном совпадает с границами земель Гослесского фонда. Но мы не устанавливаем, не корректируем, не утверждаем земли Гослес фонда. У нас есть функциональная зона, зона лесов. А она пока что, даже на этой карте можно увидеть, вот у неё один оттенок зелёного, вот такой вот. Вот Сходнинский лес, он более такого тёмного зелёного оттенка, он отнесён к зоне лесопарки, так называемой. Поэтому там предусмотрены, соответственно, лесопарки лесопарки, на этой зоне, без жилищного строительства. Закон Волис-Мюармейский попадает только те участки, которые находятся на земле Гослес фонда. Чем даже независимо в пленплане они покрашены в такую зону. Но здесь, да, в пленплане, он отнесён к соответствующей функциональной зоне, не предполагающей дальнейшей возможности, какого-либо строительства. Вот, пожалуйста, посмотрите. То есть правильно, как отлично сказано в ПССЗ, эта территория отнесена к зонам двойного учёта. Имеется, ну, и Гослес фонд, и городские леса. Зона, иначе, может обращать какое-либо строительство вообще? Смотрите, дело в том, что мы, когда разрабатывали Денплан, лесники передавали вот свои планшеты, да, лесниковские. Вот Сходинский лес, он не попадает под лесные планшеты, в принципе. Это было решение отнесения вот Сходинского леса к лесопарковой зоне, принятое совместной работе с администрацией, населением и глава архитектуры. Лесники, вот, в принятии этого решения по этому вопросу, в принципе не участвуют. Вот, поэтому здесь эти участки, под законом лесной администрации, они не попадают, потому что, по данным лесников, это не земли Гослес фонд. Дмитрий Завриевич, вам вопрос. Это официально где-то зарегистрировано? Конечно. Да. Ну, скажем так, мы можем дать выкопировку, или глав архитектуры может дать выкопировку земель Гослес фонда, переданных лесниками, на территорию городского округа Тимки, и, соответственно, убедиться, да, что лесных земель на территории Сходинского леса нет. Да, леса на Сходинском. Да, леса на Сходинском нет. Сейчас, вот, прозвучало заявление, что Генпланы ошибочно не якобы отнесены к земель Весного фонда. Генеральный фонда – это не тот документ, который устанавливает границы земель Весного фонда. Независимо от этого, Генпланист обязан учесть в проекте «Генеральный план». В противном случае, он хранит лесного хозяйственного не сопоставлено по Генплану. Поэтому Генплан не устанавливает землю Весного фонда. Никогда относить те или иные участки к землю после схода. Только функциональные зоны. Генеральный фонда – это земель Весного фонда. Хорошо, спасибо. Можно еще? На вот этих землях, о которых вы говорите, в любом случае, будет ли это земля Весного фонда, были ли это земли Косевого фонда, описыванные городским лесом по Весному кодексу, необходима разработка лесостроительных рекламентов. В любом случае, эти земли будут охраняться этим лесостроительным регламентом. Вот в данный момент, когда мы установили, что эти земли невозможно включить в границу населенных пунктов, они будут относиться не к городским лесам, а к лесопаркам.